То, что дорожают стройматериалы, уже ни для кого не секрет. Это влияет не только на стоимость жилья, но и на жизнеспособность предприятий. К примеру, в России за последние шесть месяцев древесина в среднем прибавила в цене 35%. Это большой удар для фирм, которые занимаются только переработкой леса. Им приходится больше тратить средств на закупку сырья. При этом объемы производства уменьшаются. Тем продолжит Юлия Шенкарюк. Полупустые склады – теперь привычная картина для этого иркутского лесоперерабатывающего предприятия. Объемы обрабатываемой древесины резко упали. Причина банальна – значительный рост цен на сырье. К примеру, лиственница подорожала с 4000 рублей за куб до 6-8000. И это не только ударило по экономике подобных фирм, только перерабатывающих лес, но и по бюджету семей, которые строят или собирались возводить дома. Раньше это можно было лужиться, если ты самостоятельно строишь, если кто-то помогает, то это 3-4 миллиона землей выходило. Сейчас же, если использовать древесину, мне кажется, это будет стоить порядка и большие 7 и 8 миллионов рублей. То есть проще уже всем взять газоблок. На сегодняшний день все отказываются от пиломатериала именно по этой причине, что цены очень сильно и выросли, и все строительство, все ведется не из пиломатериала. Поэтому лесоперерабатывающие предприятия терпят двойной удар. Потеря покупателей и снижение объемов производства. Сырье заготовители стали чаще продавать китайским фирмам, которые в больших объемах скупают круглый лес и предлагают за него высокие цены. Местным компаниям тоже приходится больше тратить средств на закупку, чтобы выдержать конкуренцию. Это приводит к потерям на производстве. Поэтому мы остановили цех производства погонажной продукции, так как на сегодняшний день это стало невыгодным, нецелесообразно экономически. Завод начал работать в убыток. Дабы продержать предприятие, скажем так, на плаву и сохранить рабочие места, мы также вынуждены поднимать цены. Продукция этого предприятия уже подорожала на 18%. Вслед за ростом цен на круглый лес. И все эти изменения касаются обычных людей, тех, кто трудится в сфере переработки древесины. Через руки Ольге проходит весь пиломатериал на данном производстве. Она сортирует продукцию, и в последнее время работы у нее стало меньше. Я считаю кубатуру каждый день. Допустим, раньше у меня проходило, например, 130 кубов в день, сейчас уже в сущности поменьше, ну 85-90 кубов. У нас все, конечно, взаимосвязано. Уменьшились объемы, уменьшилась зарплата. Ну, в принципе, уменьшилась процентов на 15, наверное. Изменить ситуацию может только полный запрет на вывоз круглого леса из страны. Его должны ввести с 1 января 2022 года. Тогда не только местные фирмы смогут существовать, но и появятся новые рабочие места. До запрета осталось полгода. Поэтому поживем, увидим. Юлия Ашенко-Рюк, Новости по будням.